Доброжил Продолжение следует... 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 Девушка лишь молча кивнула. Возможно, берсеркер подслушивается. Раз уж он способен говорить при помощи стен, то может и подслушивать. Катер приближается, сообщил раненый спокойным сухим доном. Всем привет. Да бляжу жизнь с вами снова придурки. Каждый голос, как всегда, соедем между слогами. Здесь в строгом... В гости к Коляну, посмотрите его. Квадроцикл, за которым мы ездили в Тулу, покупать. В этом тесном отсеке ни динамиков, ни сканера. Он донес из некоторого отдаления. У одного. Здесь. Он побежал. Гражданин. Гражданин широко известный, в узких кругах. Он есть там ВКонтакте. У него там ник типа Nissan Silva. Да, покупали у него. Я как-то показывал, по-моему, эту поездку. Такая она была интересная. Хотя, обратите внимание на погоду. Какая погода. Какая-то такая морозная дымка. Непонятно. На улице погода. Такая довольно мягкая. Сейчас где-то градусов 5 мороза. Мол, 4. Можно даже поменьше. Вот такая история. Как красиво. Что-то некое подобие. Такое тумана. Вот видите, уже некоторые отопыливаются. Дальше уже знаков нет. Точнее, камер нет. Мы сейчас были. Проезжали там возле кладбища. На котором лежат моя бабуля и дедушка. Галина Ивановна и Константин Гаврилович. Там камера. Знак почему-то 40. Где-то еще закипел. По городу вот. Ездил сейчас. Уехал. Когда подвигался по городу. По центральной площади. Все, поперекрыли. Нахрен. То есть, мимо администрации ездить нельзя. Повесили кирпич. Видите ли, я так понимаю, мы им мешаем. С другой стороны, движение запрещено. С одной стороны, кирпич. Поворот направо запрещен. То есть, эти так называемые слуги народа, они, ну, я не знаю, что они там. И так они народ уже выбесили, эти слуги. А тут еще себе, видимо, комфортные условия делают. Ну, короче, я так немножко скрипанул. Сейчас тоже еду по скрипаю. Мы крайний раз были у Коляна, отвозил ему шестерню. Там я там и перетачивал, там переделал. Ее срезало. Из-за того, что в маслонасос попала стружка. Маслонасос заклинило и свернуло привод. Ну, а сейчас мы едем посмотреть, что будет дальше. То есть, там Колян кое-что покупал, кое-что ставил. Ну, это совсем уже дичь. Едут просто вот, еле ползут. Ну, совсем уже покакали. Ну, наверное, можно побыстрее ехать, нет? Сейчас, кстати, будет поворот налево. Я вот сюда ездил. Здесь, видите, написано, психобольница. Сюда ездил частенько отдыхать. Мой тесть Петрович, его теща, сюда очень любил отправлять. Когда он себя плохо вел, да. Ну, и, короче говоря... Сейчас будем пытаться уехать налево. Если получится. А этот, вот этот кишачок, вот этот вот, по-другому не назовешь. Едет просто вот, ну, просто конченый. Может быть, просто налейте резиденье, какой-нибудь дедок едет. Он, может быть, просто уже покакал, внутри себя сидит уже, и в тепле, в вонючем, кайфует. Так, улица Новогорска, 21, нам сюда. Мы тут с вами уже были, но я не показывал уезд. Ну, и вы видели, вначале я еду по городу под аудиокнигу, от которой кайфую. Сейчас, где-нибудь приткнемся тут, где-нибудь. И будем... Ага, ага. Так. Ну что? Надо пойти навестить коляну. Так что, продолжим внутри. Возможно. Не успел приехать уже, починка. Обгонные мухты, все, всех дел. Но это не очень хорошая. Но этот не очень хороший. Ммм... Ммм... Даже прибыль до конца отсюда, просто поможет. Ну, там вроде бы все. Контроль. Все, да? И нет. Что-то очковое. Идем посмотреть. Колян уже намутил. Уже челита почти собрана. Вот так она выглядит со стороны. Уже покрылась пылью. Покрасил кое-что. Или было крашено? Нет, красил. А, красил? Нет, не красил. Колян купил болты китайские. Они что-то тут плохо заходят. Решил поставить новые. Сделаны как-то криво вообще. Эти китайские болты. Тут просто старые. Так разворотили болты все. Смотри. Народ разбирал. Я даже этих ключей не имею. Ну ладно, тут в принципе ничего не поделаешь. Ну, в этом аппарате все лучше и лучше. Скоро, в принципе, на взлет. Новый тормозной диск. Суппорт другой. Я смотрю. Ну, тут скоро, короче. Все будет хорошо. Ну, вот прям на глазах у вас там. Все собирается в кучу. Ну, когда притащили его из стула, он, конечно, выглядел совсем печально. Ну, сейчас хоть. Ему хоть стало полегче, поинтересней. Скоро, возможно, произойдет запуск. Уже правильнее с маслонасосом. Потому что мы за этого заводили. Рисковали. Мы не знали, что у него там печаль. И вообще, почему он стоял. Оказывается, вот по всем этим делам. Хорошо, что Колян поимел нетерпение. Залез во внутрь и увидел, что все не так просто. И придется лечить воспитанника. Вот всяких чумок. Такие дела. Колян меня тут греет. Пербюратором, который был. В составе. Ох, и мама не горит. Куда мне столько. Вот про это речь идем. Может быть, я его на ПС запихаю. Вот и здесь. 34, да, Коль? А мы умытаем. Ну да. Да не надо, зачем? Не суетись. Я в тот раз еще, когда был здесь. И вот так уехал без этих колебераторов. Так, ну что, ребят. Все, я тут все, что хотел. Тут мы потерли, поговорили. Мне Колян дал колебератор, я вам показывал их. Сейчас едем на озеро Светлая Жизнь. Звонил Александр Иванович Марочкин. Будем там. Решать проблему. Что-то от меня хочет Марочкин. Не знаю чего. Колян угостил мне вот такой вот. Бутылочки тут. Половина спирта. Спирт. Настоящий, медицинский. Не знаю для чего он мне. У меня крайне 20 лет назад спиртом угощали. Где-то 250 грам. Вот. Так. Половина спирта еще стоит. Он больше выдохся, чем куда-то делся. Так что... Типа скоро дюху у меня там. Предстоит кого-то угощать. Ну, не знаю. Понятно, что не спиртом, но... Ладно, ребят. И так много наговорил уже. Давайте. Всем пока. Не знаю, как вы относитесь к тому, что я еду под музыку и под аудиокниги. Но я с этого кайфую. Кого-то сыпляет, кого-то нет. Прошу прощения за это. Но, видимо, так и будет. Иногда охота послушать всякие гадости. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok